Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такие замечательные простые метеночки резиночкой 1х1. Для тех, кто не знает, как вязать резиночку 1х1, рекомендую посмотреть отдельное видео, а затем уже приступать к вязанию данных метенок. Я вязала метеночки на 5 спицах чулочных. Хотите, можете связать на 2, а затем сделать в любом месте шовчик. То есть как с внутренней стороны, как с боковой стороны шовчик. Но для этого вам нужно будет набрать 2 лишние петельки, как бы кромочные, за которые вы потом будете сшивать. Что касаемо метеночек, у меня ушло где-то порядка треть мотка. Я вязала вот такую вот замечательную челну, под которую решила связать и метеночки. Вот на нее у меня ушло где-то 2 трети мотка. Вот. И как раз таки эти 30 оставшихся грамм я решила потратить на метенки. В принципе, такой вид метеночек можно вязать под любую абсолютно шапочку, как спортивного вида, как классика, какие-то косы, жгуты. Если на шапке, на снуде, допустим, то можно вот такой вот резиночкой связать самые обычные, самые простые метеночки. Вот. И, конечно же, кому понравилась челма, я оставлю ссылочку на видео урок, смотрите в описании ниже. И кому понравились метеночки, конечно же, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать остаточки пряжи Alize Lana Gold 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите в описании ниже под этим видео. Далее спицы чулочные номер 4,5, 5 штучек, ножнички, крючок и также вам понадобится либо маркер, либо булавочка для того, чтобы отметить начало ряда. Итак, для обхвата руки 15-16 см я буду набирать всего лишь 32 петельки. Если у вас рука шире, соответственно, набираете большее количество петель, но желательно, чтобы оно было кратное двум для обхвата руки. И плюс одну петельку я буду набирать для того, чтобы замкнуть вязание наше в круг. Поэтому набираю 32 петли, то есть кратное двум, плюс одна петля для замыкания вязания в круг. Начальные две петельки я набираю, как всегда, на одну спицу для того, чтобы не был растянутый край. Переставляю вторую спицу и еще набираю 31 петельку. Набрав петельки, распределяем на 4 спицы. Причем на первой спице, которую я привытаскиваю, оставляю 9 петелек. 2, 4, 6, 8, 9. А еще на трех последующих спицах по 8 петелек. Итак, после того, как распределили петельки, берем в руки первую и последнюю спицу. Смотрите, на первой спице у нас в левой руке первая набранная петля, на четвертой спице последняя набранная петля в правой руке. Вот мы берем, переснимаем, получается, последнюю набранную петельку к первой, то есть на левую спицу. Теперь первую набранную петлю одеваем на последнюю и последнюю возвращаем обратно на правую спицу. Первая петля у нас набранная спустилась между спицами. И обратите внимание, чтобы у вас не были перекручены вот здесь вот наборочные петельки. То есть косичкой красивой должен быть у вас наборочный край. Теперь берем короткий краешек ниточки, тянем на себя, а рабочую нить от себя. И теперь, смотрите, возвращаем мы вот эту вот коротенькую ниточку к рабочей. Вот так. Берем пятую спицу и начинаем вязать первый ряд. При этом обратите внимание, что у вас четное количество должно быть по кругу, так как 33 петля спущенная между первой и четвертой спицей. Поэтому начинаем вязать, формируем первый ряд резинки один на один. Чередуем то лицевая петля, то изнаночная. Первые несколько петель я провяжу за рабочую ниточку и за хвостик, который у нас остался. Буквально 4 петельки. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. И теперь продолжаю, бросив вот этот короткий хвостик, вязать то лицевая петля, то изнаночная. И на каждой из спиц у нас должно получиться по 8 петелек. Первый ряд будет сложнее всего провязать, потому что спицы могут высыпаться, но вы будьте осторожны. И вяжем дальше, переходя из спицы на спицу, чередуем то лицевая петля, то изнаночная. Изнаночную я вяжу ниточка перед работой, лицевую ниточка за работой. Вот так. Так вяжем до конца, до самой последней, четвертой спицы. Связали первый ряд и все последующие ряды у нас будут похожи на первый ряд. То есть, смотрите, первую петлю мы вяжем лицевой, во втором и в каждом последующем ряду, над лицевой. Изнаночную вяжем над изнаночной. И вот таким вот образом продолжаем формировать уже по провязанному первому ряду резиночки 1х1. Вот так вот продолжаем вязать. Так нам нужно связать 15 рядочков. То есть, сейчас мы вяжем с вами второй ряд и еще самостоятельно можете довязать 13 рядочков. То есть, закончить второй и еще 13 рядочков резиночкой 1х1 по кругу. При этом я рекомендую вам уже для удобства отметить между первой и четвертой спицей, а это у нас вот где. То есть, смотрите, мы провязали буквально несколько петелек двумя ниточками для того, чтобы спрятать вот этот краешек. Он нам уже будет не нужен, мы его просто отрежем. Если же бы мы просто его оставили в начале ряда, то, соответственно, нам бы пришлось прятать краешек. А так очень удобно. Я ставлю вот булавочку в начале ряда следующего, то есть между первой и четвертой спицей. И продолжаю дальше вязать, включая 15 ряд резиночкой 1х1. Итак, связали 15 рядочков. И теперь, смотрите, еще не берите рабочую спицу пятую, а берем, как бы подхватываем снизу рабочую ниточку пальчиком. И вот так вот делаем петелечку воздушную. Еще раз покажу. На последнюю спицу, провязав все петельки между четвертой, вот я нахожусь, и первой спицей, подхватываю рабочую ниточку большим пальцем, захватываю с другой стороны эту же ниточку и одеваю на спицу. Вот так. Я делаю одну воздушную петлю в конце вязания ряда. И точно так же сейчас сделаю на рабочую свободную спицу в начале ряда. Снова подхватываю рабочую ниточку и с другой стороны вот так вот делаю, хорошо подтягиваю одну воздушную петлю. То есть у меня получилось в конце и в начале. И теперь продолжаю вязать один шестнадцатый ряд резиночкой один на один. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Целый ряд до момента, где у нас последняя петля, вот она, и воздушная петля. То есть все до вот этой лицевой, предпоследней петли, вяжем по кругу лицевая, изнаночная, как обычно. Итак, на четвертой спице осталось последние две петельки, это изнаночная и воздушная петля. Вот мы вязали вот таким вот образом была спица. Сейчас перекручиваем, чтобы связать обе петельки вместе за вот эту заднюю дальнюю стеночку. Нить перед работой и две петли вместе, это накид и изнаночную, вяжем вместе одной изнаночной петлей. Вот так. То есть как бы мы накид сократили. И теперь, не довязывая дальше по спирали, 17 ряд, мы поворачиваем его вот так вот на внутреннюю сторону и будем вязать поворотными рядами. То есть сейчас у нас круговые ряды окончились пока, мы сейчас будем вывязывать пальчик. Поэтому поворачиваем внутренней стороной, там где закончили вязать, и эту первую петлю, провязанную две вместе петли одной, снимаем как кромочную. Дальше у нас идет по рисунку изнаночная, так и вяжем ее изнаночной. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой и изнаночная. Провязав первую спицу, продолжаем дальше. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Вяжем вторую спицу, третью и четвертую, не довязывая всего лишь вот эту последнюю петлю и накид. Связав 7 петель с последней спицы, нит перед работой и последнюю изнаночную петлю с накидом вяжем вместе одной изнаночной петлей и хорошо туго затягиваем. Теперь, не довязывая дальше по спирали, поворачиваем на лицевую сторону. То есть мы связали, получается, первый ряд не по кругу, а поворотным рядом. Сейчас будем вязать второй ряд. Второй ряд мы точно так же. Первую снимаем не провязанной, дальше у нас идет по рисунку изнаночная, так и вяжем изнаночную. Дальше лицевая вяжем лицевой, изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. И точно так же, доходя до конца четвертой спицы, вот это хорошо затяните, чтобы у вас не было здесь вот этого промежуточка. И дойдя до последней вот этой петельки, слово поворачиваете во внутреннюю сторону и вяжете третий ряд. Затем, довязав до четвертой спицы конца, на лицевой стороне вяжете четвертый ряд. Вот такими поворотными рядами нам нужно связать 10 рядочков. Сейчас мы связали с внутренней стороны первый ряд, с лицевой стороны будем с внешней вязать второй ряд. Снова разворачиваем на внутреннюю третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Вы должны будете связать 9 рядочков, закончим с внутренней стороны. И когда будем вязать 10 последний ряд, дойдя до вот этой последней нашей спицы, мы будем уже замыкать вязание круговую. Довязали вот 10 рядочков поворотными рядами. И сейчас делаем все точно так же, как мы делали при вывязывании начала пальчика. То есть смотрите, не берем пятую спицу в руки, а просто подхватываем рабочую ниточку снизу пальчиком и за дальнюю стеночку делаем одну воздушную петлю. Теперь берем пятую рабочую спицу и точно так же подхватываем рабочую нить и дальнюю стеночку захватываем уже, скажем, свободной спицей. Продолжаем дальше вязать по рисунку. Лицевая первая, изнаночная вторая. Лицевая первая, изнаночная вторая. Желательно хорошо подтяните для того, чтобы не было свободной ниточки по центру. Это мы делаем для того, чтобы при носке, по ходу, скажем так, того, как вы будете носить митеночку, не растягивался вот этот пальчик. И дальше продолжаем вязать. Это у нас получается от пальчика первый ряд. Заканчиваем довязывать первый ряд до конца, до тех пор, пока не дойдем вот этой вот последней изнаночной петли и накид. Связали последнюю спицу до двух последних петелек. Это петля изнаночная и накид. Я разворачиваю спицу вот так вот, как сейчас я повернула на камере. И вяжу за, получается у меня сейчас накид первый, изнаночную петлю вместе с изнаночной и накидом вместе две петельки. Вот так вот, одной изнаночной. И теперь точно так же в начале второго ряда, после вот этого пальчика вывязывания, у меня идет накид и лицевая. Я завожу за лицевую петлю спицу и вместе с накидом вяжу лицевую одной лицевой. Для удобства я сейчас немножечко прирастяну накид. Мне будет так удобнее вывязывать. И вместе с лицевой вяжу накид одной лицевой. И хорошо опять затягиваю. Дальше продолжаю вязать второй ряд, как обычно. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. То есть я сейчас закрепила, здесь я закрепила край между, скажем так, вот это место, где начинается пальчик, между ладонью и большим пальцем. И точно так же здесь снизу закрепила, скажем так, благодаря вот этим накидам. И сейчас я вяжу второй ряд, третий ряд, то есть по спирали у меня начинается ряд, как вы помните, где у нас отмечено булавочкой. Мне нужно связать от пальчика 25 рядочков. То есть сейчас мы начали уже второй ряд, довязываем второй ряд и самостоятельно свяжем еще целых 23 ряда. При этом точно так же продолжаем вязать резиночкой один на один над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными петлями изнаночные. Связав буквально несколько рядочков от пальчика, мы можем посмотреть, как выглядит, скажем, уже провязанная наша часть. Это вот она от изгиба пальцев до большого пальца часть мы вязали по кругу. Затем поворотными рядами вязали большой пальчик, обвязывали и теперь снова перешли на круговое вязание. При этом количество петель изначально у нас как было, 32 петли, так и будет на протяжении всего вязания. У меня будет метеночка не длинная, поэтому я взяла от пальца 25 рядочков. Хотите, можете вязать подлиннее, покороче. Соответственно, здесь уже смотрите на ваше усмотрение. Здесь дело вкуса, поэтому, в общем, от пальчика делаете длину, которую хотите вы. Можете покороче, то есть для тех, кто носит длинный рукавчик, можете взять более, скажем так, на 3 четверти, вот здесь вот где заканчивается рукавчик, то есть и так далее. Здесь уже, если хотите максимальную длину, то, соответственно, нужно будет в связи с увеличением руки по обхвату, возможно вам увеличить количество петель. Но для начала свяжите, как я, 25 рядочков, а затем посмотрите, сколько вы хотите длину длиннее или короче. Связав полностью длину нашей метеночки, мы начинаем закрывать петельки. Существует, в принципе, очень большое количество закрытия петель. Но самые известные, скажем так, самые яркие из них, это попарно провязывая по 2 петли, мы возвращаем провязанные 2 петельки 1 петлей назад. Это первый способ, второй способ, мы провязываем по рисунку лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной, но при этом перекидывая каждую предыдущую провязанную петлю на последующую. И третий способ, это закрытие резинки 1х1 трикотажным швом иголкой. Вот как раз таки этим способом, третьим, я и буду делать закрытие петель. В принципе, довольно таки много видео в ютубе, именно по закрытию резинки 1х1 трикотажным швом, иглой. Вот, поэтому я этого показывать не буду. Вот, я надеюсь, что у вас получится, поэтому делаем закрытие петель и получаем первую метеночку. Вторую метеночку можно связать аналогичным способом. Хотите, можете вязать по видео, то есть точно так же. Хотите, можете начинать, когда мы начинаем вязать резиночку 1х1 в начале, то вязать, допустим, начинать не с лицевой, а с изнаночной. То есть изнаночная лицевая вместо лицевой изнаночной. Вот, это единственное различие, которое вам потом, скажем так, будет на протяжении всего вязания второй метеночки. И благодаря этому будет немножечко, скажем так, вот это вывязывание пальчика со сдвигом. То есть будет немножечко, как бы в зеркальном отображении казаться. Но, если вы свяжете точно так же, как и эту вторую метеночку, то есть как первую, вот, то абсолютно получится ничего, скажем так, ну, вы не увидите разницу, потому что это самый такой очень-очень простой узорчик. Самый простой вариант вязания метенки. Вот, поэтому, в принципе, закрываем, делаем закрытие петель первой метеночки, вяжем вторую, точно так же закрываем. И не забудьте отметить при начале вязания, как и первой метеночки, так и второй, вот здесь вот нашу, скажем так, отметочку, начало-конец ряда, чтобы не запутаться. Не провязать большее количество рядочков с одной стороны, скажем так, чем с другой. Вот, в общем, вяжем вторую метеночку. И в итоге у нас получатся две вот такие замечательные метеночки, которые можно наносить как под спортивную одежду, так и под классическую. Я надеюсь, что вам было интересно, все осталось понятно. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока.